Что делать, если родители не могут принять, что ты уже взрослый и вправе принимать решение самостоятельно? — И самое интересное здесь, что этот вопрос могут задавать люди, сущие дети и совсем не самостоятельные, да, там ребенок 13 лет, я уже взрослый, самостоятельный, мне родители диктуют, а могут этот вопрос задавать люди, у которых даже свои внуки есть, то есть там человеку уже 50 лет, а его 75-летняя мама любит ему поучить жизни, да, там человек своих детей вырастил, сам внуков растит, а все его мама попрямляет. И, конечно, эта ситуация непростая, и она может вносить тоже разлад в любовь между самыми близкими людьми. Здесь, конечно, нам важно помнить общий принцип, который есть в чтении, который провозглашается, прочитывается во время таинства венчания. Очень важно, почему на венчании были родители всегда, чтобы они это тоже послушали, потому что Господь говорит, оставить человек отца и матерь и прилепиться к жене своей, и будет двое вплоть едино. Да, и вот это как раз некоторый принцип, что полностью взрослый и самостоятельный человек, который может не особо учитывать указания родителей, это тот человек, который вышел из предела в домашней церкви родителей, создал свою семью. Причем это неважно, он создал ее в 18 лет или создал ее в 45 лет, вот в этот момент он действительно отделяется от родителей. Пока человек, даже если ему, например, 45 лет, а он по-прежнему живет с родителями, не на иждивении, может, наоборот, он сам своих родителей даже содержит, свои высокие зарплаты, родители, пенсионеры. А он все равно в духовном плане в их церкви находится. И тут вот это почтение больше надо проявлять. Когда человек уже вышел замуж, женился, для него приоритет мнение не родителей, а мнение супруга, мужа, жены, можно на него даже сослаться. Вот тоже так поделюсь, помню, что вот нравились мне волосы длинные, в подростковые годы носил такую длинную прическу, вот, роскошную. И это тоже нравилось моей маме. И потом мне как-то захотелось уже подстричь, но мама просила, не, не, не надо. Но потом я женился, еще там что-то прошло годик-два, и жена говорит, не, не, ты давай что-то подстригись, и я все-таки послушался жену и подстригся. Мама меня спрашивает, ну, а что ж ты там как-то вот не прислушался? Я говорю, все, уже жена мною командует, я бы рад. В общем, все, можно вроде перевести стрелки, вроде все мирно прошло. Конечно, для каждой ситуации нужен свой собственный ответ, но, тем не менее, посмотрим, что нам советует апостол Павел. Причем он дает первый совет для детей, второй совет для родителей, поэтому мы прочтем сразу четыре стиха из послания к Ефесиным. Давайте откроем шестую главу и начинаем со второго по четвертый стих читать. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Апостол Павел в данном случае, конечно, цитирует заповедь из десяти заповедей ветхозаветных. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господню. В данном случае апостол Павел напоминает, что вот из десяти заповедей с обетованием, с обещанием, ну, как мы сейчас сказали на современном языке, вот только одна. Где вы еще найдете заповеди, где вам будет указание такое на граде земной. Вот ты взял, родители тебя поучают, не могут принять, что ты взрослый, тебе это мешает жить, ты это терпишь. Тебе кажется, ой, на что я жизнь трачу. Вы слушали вот эти указания родительские. Если ты почитаешь родителей. И даже когда они неправы, все равно прислушиваешься, Господь в долгу не останется. Он даст тебе долголетие. Это не обязательно, что долголетие у тебя, ты сто лет проживешь. Может, ты проживешь совсем немного. Но даже к тем отведенным тебе годам жизни, которые Господь считает тебе необходимыми для спасения, Он еще лет прибавит. И то есть это действительно тебе очень-очень пригодится, потому что не просто поможет здесь радостью и красотой этого мира насладиться, но и поможет лучше свою душу подготовить к ответу на страшном суде. И вот это апостол Павел вспоминает, но опять же все-таки показывает, что в отличие от патриархального образа вещества Ветхого Завета, у родителей тоже есть некоторые указания, которым они должны прислушиваться. Поэтому вот четвертый стих. Вы как раз своим родителям, если они люди хоть как-то верующие, тоже можете прочитать, что «отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Да, то есть воспитывать надо, советы давать надо. Но если ты просто своим советом раздражаешь, если, вот как познается древо по плодам, к тебе не прислушивается ребенок, а только ожесточает свое сердце, причем неважно тоже, опять же, ребенок какого возраста, может уже ребенок тоже там с залысинами, вот, но тем не менее, не нужно это. И более того, родители имеют право, они воспитывают детей в наставлении Господнем. Если Господь говорит одно, а родители говорят другое, родителей тут можно смело не слушать. Это можно и правда сказать, вот я христианин, я не могу так поступить. Да, потому что, правда, бывают такие ужасающие ситуации, когда родители, которые даже формально вроде там крещеные верующие люди, они говорят, ой, не, какая-то эта девчонка подозрительная, она хочет там прописаться в Москве, ты поэтому с ней не женись сначала, давайте поживите, поблудите, душу свою покалечьте, а вот потом уже решишь. Да, и так молодому человеку сложно против таких страстей противостоять, а когда родители к такому подталкивают, ну, просто ужас некоторый, там волосы на голове уже встают. То есть потому что понимаешь, что люди, да, они заботятся о своем ребенке, но они хотят его душе, по сути, сейчас навредить при таком совете. И тут человек все-таки должен свое решение принимать. Кроме того, все-таки вспоминайте, вспоминайте, сколько вам лет. Вспоминайте, что если вы еще несовершеннолетний подросток, родители неправы, все равно надо вот прислушиваться. Они больше вам дают, чем они. Более того, ты совершеннолетний человек, но, например, ты студент, и даже ты подрабатываешь, но все равно ты пользуешься недвижимостью родительской, за коммуналку не платишь, в принципе, тебя всегда накормят, да и, в принципе, и денег на карманные расходы тебе дадут, помимо того, что ты сам себе после занятий подработал. Ты все равно находишься на иждивении родителей. Прокриви к ним дополнительное уважение, в том числе к их несправедливому совету, что смиренно выслушал, не споришь, просто не применяешь. К их совету справедливого не отмахиваешься, я сам как-то решу, а его как-то в своей жизни реализуешься. Если вот ты так будешь с почтением и с любовью, но необязательным исполнением относиться к советам родительским, то, конечно, через это ты придешь к спасению души и достигнешь некоторого мира взаимопонимания, которое никогда стопроцентным не будет, потому что мир несовершенен, но все-таки такого взаимопонимания, которое вполне поможет иметь нормальное семейное счастье. Субтитры создавал DimaTorzok